Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Михайлова. Это Диалог в студии, программа вопросов и ответов. Как развивается спорт в Гагаузии, какие результаты показывают наши спортсмены. Об этом и не только. Мы поговорим с гостем нашей студии Сергеем Стояногло, начальником управления по делам молодежи спорта Гагаузии. Сергей Георгиевич, здравствуйте, рады вас приветствовать. Здравствуйте! Итак, мы начнем с того самого начала. Какие соревнования были проведены в продолжении ковидных ограничений текущего 2021 года и как проявили себя наши спортсмены. Ведь 2020 год был несколько ущемлен для наших ребят. К сожалению, 2020 год действительно очень негативно сказал на развитие спорта. Не только у нас, в регионе, в стране, но и в целом мире. Все мы стали свидетелем того, что такие мировые значимые соревнования, как Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в 2020 году, чемпионаты Европы по футболу, эти соревнования были перенесены на этот год. Многие даже не думают, что за чемпионаты Европы сейчас, 2020 года. А нет, вот он, действительно, продолжение. Не говоря о том, что и мы, к сожалению, тоже коснулись этой проблемы, этой, не хочу даже скрывать, этой беды, которая очень сильно повлияла на жизнь человека. Мы стали немножко другими, по-другому стали на многие процессы, которые в обществе происходят. Происходят, да, смотреть. Ну и в целом, конечно, это коснулось и спорта. К сожалению, в прошлом году, в основном, все основные мероприятия, которые были проведены до марта месяца, были свернуты. Мы не проводили ни турниры, которые у нас в Гагаузе памятны. Проводится память о спортсменах, о ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах спорта, труда. Ну, также и чемпионаты Гагаузи по многим видам спорта не были проведены. Ну, начало 2021 года мы смотрели, конечно же, с таким, с определенным оптимизмом. Да, вселилась надежда, что мы все-таки уже сможем проводить спортивные мероприятия. Мы уже научились в этих сложных условиях жить. Да, онлайн проводить, да. Да, как себя вести. И начало 2021 года началось с того, что мы провели в январе и феврале чемпионат Гагаузи по шашкам и шахматам, а также провели по борьбе среди возраста 2005-2006 год. Но, к сожалению, когда в марте месяце был введен локдаун, мы вынуждены были приостановить и на определенный период времени мы никакие соревнования не проводили. Ну, за это время, за которое мы проводили мероприятия, тоже чемпионат Гагаузи по шашкам, шахматам, турнир в памяти Федора Кюся, в памяти Руденко, это воины-интернационалисты, которые погибли в Афганистане, показало, что действительно люди очень соскучились по спорту, по активной жизни, проявляли большой интерес и с огромным желанием принимали участие в тех соревнованиях. В наших тех мероприятиях спортивных, которые мы проводили, чувствовалось, что действительно ребята заряжены в чемпионатах на борьбу, старались максимально показать свои знания, умения, желание победить. Хочу сказать, что начало года было довольно-таки оптимистично, но надеемся, что и это желание в наших спортсменах сохранилось, и при снятии ограничений они будут также проявлять именно ту же целеустремленность, ту же жажду победы. Благодарю вас, Сергей Георгиевич. Хочу отметить для наших слушателей и зрителей, что мы в прямом эфире. Наш телефон в Камрате 0298-249-60, электронный адрес ggausradiussobachka.ru. Свои вопросы можете направлять по вышеуказанным координатам, а также выражать свою точку зрения. Напомню, сегодня нашим гостем является Сергей Стояногла, глава управления по делам молодежи и спорта в Гагаузии. Относительно поддержки спортсменов всегда есть определенные проблемы, не только здесь у нас в Молдове, но и в других государствах. В Гагаузии как осуществляется поддержка для наших спортсменов? На каком уровне? Ну, хочу сказать, что в программе исполнительного комитета очень много есть программ, которые оказывают большое содействие в поддержку и развитие спорта. В частности, мы ежегодно подводим итоги выступлений наших спортсменов в чемпионатах Республики Молдова и в международных чемпионатах, имеется в виду Европы и мира. Также оказывается поддержка финансирования спортивных клубов. Наши команды из Гагаузии, которые участвуют в чемпионате Республики Молдова, им оказывается небольшая поддержка, но все-таки оказывается так. Волейбольный клуб, конечно, 100 тысяч получил для участия в чемпионате Республики Молдова. Баскетбольный клуб, Чадыр Баскет, получил тоже 100 тысяч. Команды, которые участвуют в чемпионате Республики Молдова по футболу, им была оказана в прошлом году поддержка в размере до 40 тысяч лей каждой команде. Также я вам напомню о том, что мы ежегодно подводим итоги и всем спортсменам денежной премии в зависимости от результатов их выступлений. У нас есть телефонный звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Представьтесь, будьте добры. Добрый день. Комрат Иван Дмитриевич. Слушаем вас, Иван Дмитриевич. Короче, вопрос к Сергею Ильичу. Сергею Ильичу. Когда у нас будет готов уже стадион? А то некуда идти смотреть футбол даже. Спасибо, Иван Дмитриевич, за вопрос. Именно этим вопросом я сегодня хотела, что называется, подвести итог. Но, учитывая, что это важный вопрос, безусловно, можно его и начать. Хотя бы куда-то идти по выходным, смотреть. Футбол раньше смотрели. Уже год, уже больше года, сколько будет, нету. Спасибо за вопрос, Иван Дмитриевич. Спасибо, что в СГРТ. Сергей Георгиевич. Вопрос понятен. Добрый день, Иван Дмитриевич. Спасибо за вопрос. Действительно, жители Комрата и все Гагузии очень интересуют вопрос, когда будет Комратский спортивный региональный центр, будет введен в эксплуатацию. Все вы знаете, что данное спортивное сооружение строится при поддержке наших друзей, партнеров в республике Турция. К сожалению, прошлогодняя ситуация, о которой я недавно говорил с ковидом, она очень сильно повлияла на темпы строительства. Наши партнеры не могли завозить комплектующие, строительные материалы, конструкции. И это очень сильно повлияло на ввод в эксплуатацию. В этом же году одна из основных причин, которая оказывает воздействие на сроки завершения всех работ и ввода в эксплуатацию, это же, конечно же, погодные условия. Потому что одним из основных видов работ, которые остались осуществлять на нашем стадионе, это благоустройство. Это устройство тротуарной плитки, озеленение и там уже... Парковочные места. Парковочные места, да. И, к сожалению, для... я хочу сказать, к сожалению, это для ведения этих работ строительных погодные условия не позволяют. К счастью, для сельского хозяйства, конечно же, что дожди нам очень были нужны, они необходимы. Ну, это действительно событие, которое вас ждут все спортсмены и болельщики. Это строительство стадиона в Камраде, это такой международный проект, можно сказать. Если вот сроки, они по-прежнему плавающие, что называется, еще неизвестны, когда будет открыт? Из-за вот непогодицы такой. Ну, вы понимаете, нам оказывают поддержку, нам хотят подарить, построить качественное спортивное сооружение. Если бы это зависело от исполнительного комитета ГАГАУЗИ, то мы могли бы говорить о конкретных сроках, потому что непосредственно мы бы определяли бы и мы бы несли бы ответственность по срокам ввода в эксплуатацию. Но учитывая, что нам, наши партнеры, оказывают такую помощь, мы не можем на них сильно влиять и очень их торопить в сроках по вводу в эксплуатацию. Они обещают к концу лета завершить все работы. Ну, в таком случае, Сергей Георгиевич, что будет предоставлено для наших болельщиков, для тех, кто будет заниматься на этом стадионе, какие условия? Мы об этом, безусловно, говорили многократно, и тем не менее, если Иван Дмитриевич хочет посетить, получается, в любой день любой человек может прийти на стадион, чтобы позаниматься и чтобы насладиться спортивными какими-либо соревнованиями. Ну, давайте мы все-таки должны все понять, для себя осознать, что стадион строится для людей, но этот объект должен всегда находиться в надлежащем виде, который должен служить нам в будущем на многие десятки лет. Конечно же, там будет введен определенный дисциплинарный режим, то есть будет для людей определено время, когда они смогут туда приходить и заниматься на определенных условиях спортом. Это что подразумевается? Это подразумевается, что в определенное время с 6 до 9 часов утром и с 6 до 10 вечера жители Гагаузи, Камрата в частности, могут туда прийти и заниматься спортом. Что подразумевается под занятием спортом? Это бег, ходьба. Да. Допустим, на футбольном поле, там будут заниматься футбольные клубы. Если мы хотим, чтобы это поле сохранить, оно тоже имеет определенный временной ресурс, мы тоже будем стараться ограничивать, там играть в футбол для желающих. Там будут заниматься футболом, в первую очередь, это футболисты, спортсмены спортивного лицея, которые находятся непосредственно неподалеку от стадиона. Там будут заниматься футболисты спортивного клуба «Агуспорт», потому что у нас в этом спортивном клубе занимается с их 600 детей футболом. И также будут заниматься, тренироваться и проводить матчи футбольный клуб «Олимп», который представляет столицу Гагаузии в чемпионате Республики Молдова в дивизии А. Но я хочу сказать, что доступ для занятия спортом будет многим предоставлен, но на определенных условиях. То есть люди должны приходить туда в спортивные обуви, переобуваться, потому что, к сожалению, сейчас уже ситуация показывает, отдельные такие случаи, когда люди из грязи заходят, начинают вытирать свою спортивную обувь об этот искусственный ковер, что, конечно же, создает очень много проблем. А искусственное покрытие будет на всей площади стадиона? Искусственное покрытие, оно расположено на футбольном поле и беговые дорожки, и сзади футбольных ворот. То есть наш стадион будет с искусственным покрытием, которое будет позволять круглый год заниматься спортсменом, спортом. Ну, коли мы заговорили о футболе, Сергей Георгиевич, это действительно один из самых любимых видов спорта для многих жителей Гагаузии, причем независимо от пола. Скажите, какие сегодня результаты показывают наши футболисты? Ну, я хочу сказать, что футбол не только в Гагаузии, но и во всем мире является спортом номер один. Его любят миллиарды людей, об этом и говорит даже проходящий сейчас в июне-в июле чемпионат Европы. У нас в Гагаузии во всех спортивных школах имеются секции по футболу. В спортивных школах числится более 800 футболистов, а также более 100 футболистов у нас занимаются спортом в футбольном клубе Агусспорт. Хочу сказать, что футбол очень любят. Наши детские команды с Гагаузией и Сосей участвуют в чемпионате Республики Молдова. Это все спортивные школы. Ну, а также Гагаузию в чемпионате Республики Молдова среди взрослых в дивизии «Б» представляют футбольные клубы «Маяк» село Кирсово, село Конгас, село Копчак, а также футбольный клуб «Саксон» из Чедерлунги. И в дивизии «А» Гагаузию представляет футбольный клуб «Олимп». Ну, вот относительно «Олимпа», у него несколько складывается так серьезный какой-то путь развития, и он заключается, к сожалению, в финансировании. Как вообще в целом финансируются эти футбольные клубы? За счет каких бюджетов? Ну, я хочу сказать, что все футбольные клубы, они являются общественными организациями. Идет поддержка как со стороны государства, я вот чуть ранее перечислил уже, какую помощь оказывается со стороны Главного управления по делам молодежи и спорта, а также некоторые клубы финансируются за счет денежных средств из «Примарии». И непосредственно частный потребитель, в частности в футболе клуб «Саксон». Этот клуб поддерживает депутат Народного собрания Кадань Георгиевич. И относительно развития наших футболистов, что называется, вот наверняка есть звездочки, есть ребята, которые проявляют колоссальные успехи в этом виде спорта, но вот, что называется, карьера здесь началась, здесь и заканчивается. Какие возможности у наших вообще спортсменов? Ну, мы сейчас работаем над тем, чтобы все-таки выстраивать вертикаль футбольного хозяйства, когда дети, когда начинают с детства заниматься футболом, потом переходили в свои клубы, могли также играть и уже в более взрослом возрасте. Конечно же, очень много проблем, и главная проблема, конечно же, финансирования. В зависимости от финансирования зависит и на сколько футбольный клуб может ставить перед собой высокие турнирные цели и задачи, добиваться их. Будем работать над тем, чтобы этот вид спорта у нас развивался. Конечно же, мы осознаем, что без поддержки государства пока это сложно будет. Но находим мы взаимопонимание и с любителями спорта, те, которые продвигают, помогают развитию футбола, ну и также самими спортсменами. Ну, хотела сказать, что хочется порадоваться за Вячеслава Пасмак, да, уроженцеву, конечно. Вячеслава Пасмак, да. Да, который достиг определенных успехов в этом виде спорта, и пусть таких вот личностей будет больше именно уроженцев Гагаузии в таких высоких, на высоком уровне. Вячеслава Пасмак, он является воспитанником спортивного, комбратского спортивного лицея, является многократным чемпионом Республики Молдова, а также членом сборной Республики Молдова по футболу. А, кстати, хочется надеяться, что и наша сборная, молдавская сборная, также когда-нибудь выступит на чемпионате Европы. Кстати, вы за кого болели, Сергей Георгиевич? Ну, я, как всегда, болею за сборную России и, конечно же, за сборную Украины. Вот, кстати, когда была игра сборной Украины и Англии за Украину. Ну, конечно же, за Украину. Вот такие у нас принципы, я тоже. Итак, относительно футбола, быть может быть, мы не все рассказали, потому что всегда есть моменты, но не могу не спросить и относительно о вольной борьбе, который, вид спорта, который также стоит на передовых позициях у нас в Гагаузии. И особенно отметить девушку Елену Кольчи, которая тоже проявила достаточно серьезные успехи в этом виде. Она будет представлена на Олимпийских играх? Ну, вольная борьба, да, конечно же, после футбола, это самый такой распространенный среди наших ребят вид спорта. Там и девушки, конечно, занимаются. Хочу последними достижениями наших борцов, которые достигаются на международных аренах. Николай Грахмес, он занял на чемпионате Европы среди молодежи в возрасте до 23 лет. Второе место в упорной борьбе, он по качественным показателям уступил первое место. Но это очень большое достижение для наших гагаузских спортсменов. Я хочу сказать, что мы гордимся Николаем Грахмесом за то, что он своими достижениями, своими успехами прославляет не только Республику Молдову, но и гагаузию на спортивных аренах. Что касается Елены Кольчик, Елена Кольчик является спортсменкой, которая занимается тяжелой атлетикой. В этом году, в мае месяце, в Москве проводился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. И наша Елена Кольчик среди взрослых заняла второе место. И это достижение в том числе гарантировало ей право получить квоту олимпийскую и принять участие в Олимпийских играх, которые будут проводиться в этом году в Токио. Это наша первая тяжелая атлетка, которая вот именно добилась такого высокого права. И пока она является единственным представителем в гагаузии, который квалифицировался для участия в Олимпийских играх. Хочу также... Именно здесь в этот раз, потому что был Евгений Недялков, который был также... Я сказал тяжелый атлетик. Тяжелый атлетик, да, но я имела в виду... А Женя Недялков, он квалифицировался для участия в Олимпийских играх в 2016 году в Бразилии, но по волейной борьбе. Ну и раньше тоже были наши представители на других видах спорта, на других Олимпиадах. Ну были, но некоторые выступали не за Молдову. Некоторые... Вот Виктор... Как его сбежет... Евтений, Виктор Евтений. Да, да, да. Да, он участвовал, да, он за Украину. Ну, тоже он имел большую возможность завоевать брозовую медаль, но он не был тогда мотивирован и, к сожалению, отказался. Для него брозовая медаль не была целью высокой. Для него была главная цель стать олимпийским чемпионом. Ну, хочу сказать, что наши гагаузы тоже принимали участие в Олимпийских играх. Ну, это и есть, как бы, такой стимул, призыв того, что вот настойчивость гагаузского спортсмена быть первым везде и во всем. Но это спорт, что называется, бывают победы, бывают и поражения, и все надо принять достойно. А вот относительно подготовки Елены Кольчик, как готовится наша спортсменка? Где она проводит сборы? Ну, она сейчас в составе сборной Республики Молдова выезжает и на сборы. Вот недавно она принимала участие в сборах в Турции. Хочу сказать, что исполнительным комитетом гагаузы была оказана поддержка для качественной подготовки в Олимпийских играх. Были выделены финансовые средства в размере 100 тысяч леев. Конечно же, по сравнению с другими зарубежными, может быть, это покажется немного, но в силу наших возможностей мы выделили исполнительным комитетом 100 тысяч леев. И Елена имеет возможность качественно проводить подготовительные именно тренировки для того, чтобы достойно представлять Молдову и Гагаузию на Олимпиаде в Токио. — Насколько я помню, не только для наших спортсменок были предоставлены такие возможности, я имею в виду такие средства. Родион Сукман тоже был в Америке, ему также была оказана финансовая поддержка для того, чтобы он представлял Молдову. — Ну, с Родионом Сукманом у нас тоже довольно-таки тесное сотрудничество. Родион, когда выезжает на соревнования, тоже обращается, мы тоже оказываем поддержку. И Родион, выступая на чемпионатах по своему виду спорта, он, конечно же, непременно везде поднимает Гагаузский флаг. Тем самым, давая знать любителям спорта из других стран, что вот есть такой регион в Молдове, как Гагаузия, и вот он является ее представителем. — Ну что ж, действительно многие наши ребята, выезжая за рубеж, представляют не только молдавский флаг, я имею в виду, демонстрируют его, но и Гагаузский также. В этом году вообще наши спортсмены выезжали действительно на соревнования в другие страны. Какие результаты показали? Довольны ли вы ими? — Ну вот я уже перечислил и Лену Кличик, и Николая Грахмеза. Хочу сказать, что в мае месяце на Кипре проводился чемпионат Европы по борьбе с самбо, и туда выезжала сборная Республики Молдовы, которую представляли пять наших спортсменов, двое из которых заняли третье место. Это Данил Захария среди юниоров и Дарья Влах, они заняли третье место. Также мы оказываем поддержку, выезжал на чемпионат Европы в Болгарию, Горостоянов Дмитрий. И потихонечку начинаются проводиться международные чемпионаты. Мы надеемся, что до конца года очень много будет проведено чемпионатов как европейского уровня, так и мирового, в которых будут принимать участие и наши спортсмены. Недавно в Турции проводился чемпионат Европы по шашкам, где наша юная шашистка Ева Еригина тоже занимала первые места в своем возрасте по некоторым номинациям. Еще раз хочу отметить, что мы в прямом эфире, дорогие слушатели и зрители, и наш контактный телефон 24960, электронный адрес, у нас в гостях Сергей Стоянов, глава управления по делам молодежи и спорта Гагаузии. Если вы хотите спросить что-либо относительно развития спорта, пожалуйста, звоните, пишите. Относительно действий детских и юношеских спортивных школ. Они всегда были, что называется, в приоритете у властей Гагаузии, да и сегодня так и есть. Но востребованность, насколько молодые ребята, девочки, мальчики, насколько охотно выбирают для себя это заведение, учебно не скажешь, но учебно-воспитательное, скажем так. Ну, я хочу сказать, что в Гагаузии, как нигде у нас в стране, функционирует столько много спортивных учреждений. У нас функционирует 10 спортивных учреждений, из которых спортивный лицей Камрадский, две муниципальные спортивные школы, это муниципальная спортивная школа Камрата и муниципальная спортивная школа в Чадерлунге. Также у нас функционирует специализированная спортивная школа по тяжелой атлетике, региональная школа тяжелой атлетики. И еще у нас шесть спортивных школ. Это Камрадская, две спортивные школы в Чадерлунге, а также школа спортивная в селе Кангас и в селе Копчак. Хочу сказать, что в наших спортивных школах занимаются спортом около четырех тысяч юношей, до четырех тысяч, потому что они в течение года тоже. У некоторых теряется интерес, у некоторых появляется, но хочу сказать, что очень большой широкий охват для занятий спортом. Также в Камраде функционирует региональный шахматно-шашечный клуб. Относительно шахматного шашечного клуба, вернее, шахмат и шашек. Знаем, что совсем недавно был у нас в гостях знаменитый гроссмейстер Анатолий Карпов. Это человек моего детства, которым я восхищалась еще тогда. И вот сегодня он здесь у нас, что называется, рядом здесь в Камраде находится. Как проходила эта встреча, Сергей Георгиевич? Ну, я хочу сказать, что действительно нам это посчастливилось. По приглашению Федерации шахмат и лично президента Федерации шахмат Республики Молдова Игоря Николаевича Дадона, Молдову посетил 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Евгеньевич Карпов. И нам, я имею в виду жителям Гагаузи, Камрадчанам, повезло. Анатолий Евгеньевич своим присутствием посетил шахматно-шашечный клуб и провел сеанс одновременной игры с нашими шахматистами со всей Гагаузи. Мы пригласили со всех наших учебных заведений, со многих населенных пунктов Гагаузи наших шахматистов для того, чтобы они имели честь сразиться с Анатолием Евгеньевичем. Мы выразили огромную благодарность Анатолию Карпову за то внимание, которое он уделил непосредственно нам, нашей Гагаузии. Он является своего рода послом шахмат в мире и мы думаем, что его присутствие даст также мощный импульс развитию шахмат в Гагаузи. На примере Анатолия Евгеньевича развиваются шахматы у нас. В нашем шахматном клубе занимаются шахматами почти до 100 детей. Очень многие туда приходят с таким огромным желанием. И я хочу поблагодарить и родителей, которые оказывают именно поддержку своим детям. Они приводят детей в возраст 7-8 лет. Вот именно с такого возраста проявляется интерес к шахматам. Мы тем самым делаем такие успешные попытки для того, чтобы детей отрывать от компьютеров, от смартфонов, чтобы они развивали вот такую очень интересную, важную интеллектуальную игру, как шахматы. Ну это действительно человек-легенда. И я его узнала чуть старше, чем 6 лет, конечно. Но в памяти действительно он всегда будет вот таким вот человеком-легендой. Просто по-другому его и представить невозможно. А как он оценил возможности наших юных шахматистов? Ну, он высказал о том, что очень высокий у них спортивный уровень у наших шахматистов, особенно у детей. Он даже в партиях с некоторыми уделял больше внимания, чем другим, даже взрослым. Ну, впечатление нам показало, что у Анатолия Евгеньевича остались положительные по Камрату, по клубу нашим, по нашим спортсменам. Удалось ли ему где-то вот не сыграть так, и вот этот уровень был несколько снижен, так скажем? Удалось обыграть ли кому-нибудь из Молдавии? Ну, вы знаете, все-таки чемпион мира, это все-таки чемпион мира. Наши ребята пытались бороться, некоторые достойно боролись, но все-таки уровень чемпиона мира это очень высокий. Но мы очень признательны ему за то, что он смог посетить Камрат и уделить внимание нашим спортсменам. Это действительно хороший такой вот тихий, что называется, вид спорта и достаточно интеллектуальный. Ну, об этом говорили всегда и всюду. Как он будет развиваться у нас здесь в Гагаузии? Вот, да, вы говорите о том, что много, благодаря родителям дети приводят своих детей. Ну, вот поддержка наверняка тоже нужна для того, чтобы были определенные помещения для занятий шахматами. Сами шахматы нужны. Ну, я хочу сказать, что наши все спортивные школы, они оснащены и шахматами, и часами, и досками. В целом оснащены спортивные школы, а шахматы у нас развиваются почти, почти, я не говорю во всех, но почти во всех спортивных школах. За исключением, конечно, спортивной школы, ну и, конечно же, лицея спортивного, потому что там специализированная направленность, да. Но хочу сказать, что проблем с оснащенностью нет. Конкуренция у нас довольно-таки высокая. Об этом даже свидетельствует тот чемпионат, который мы проводили в феврале месяце по шахматам. Видно, что у нас есть спортсмены очень высокого уровня, которые на республиканском уровне даже готовы бороться на равных с сильнейшими в Молдове. Ну, и если шахматистам нужны, безусловно, такие определенные знания, умения, ловкости мозгов, что называется. Но форма им не нужна. Однако, это нужно футболистам, это нужно борцам, это нужно ребятам, которые занимаются подвижными видами спорта. А как обеспечены спортсмены, наши гаговские спортсмены, необходимой экипировкой? Ведь здесь всегда, вот, говорю так, потому что знаю не понаслышке, что тут всегда есть определенные проблемы. Да, проблемы, конечно, существуют. Вот, ну, хочу сказать, что каждая спортивная школа в своем бюджете имеет статью на приобретение спортивного инцаря. Но, в частности, вот, в прошлом году, свежие примеры, исполнительным комитетом Гагаузии была оказана поддержка приобретения спортивной, не только формы, спортивных костюмов. Были оснащены волейбольные клубы, вулканические, которые принимают участие. Но они красивые, причем с надписью Гагаузии, это вообще жидел мечтаний. Да, также была оказана поддержка Чадролунской спортивной школе, дети, которые играют в чемпионате Республики Молдова, высшей лиги, США номер два. И была оказана поддержка юношам из футбольного клуба Чадролунга. Я хочу сказать, что, конечно, мы всех сразу не сможем обеспечить спортивными костюмами, но в целом идет со стороны исполнительного комитета и со стороны спортивных школ работа для оснащения. В 2018 году наши партнеры из Турции, всем нашим спортсменам, которые принимают участие в сборной Республике Молдова, были тоже подарены спортивные костюмы с надписью Гагаузия и Гагаузским гербом. Ну, хочется, чтобы у всех ребят, которые занимаются действительно спортом и действительно к этому проявляют немалый интерес, чтобы у них все были костюмы, ведь это и есть, будет такой своего рода стимул к тому, чтобы достигать определенных высот. 24960, номер нашего студийного телефона, уважаемые друзья, пишите, звоните, электронный ящик, Гагауз, радиус, собачка, mail.ru. Ну, и еще об одном виде спорта нельзя не спросить, это бокс, вы чуть-чуть упомянули ранее об этом, Сергей Георгиевич, но у нас есть федерация боксов в Гагаузии, ей совершенно немного лет, в отличие от других спортивных ассоциаций. За это время спортсмены-боксеры достигли определенных тоже результатов, и более 400 девочек и мальчишек занимаются этим видом, вот, но не у всех у них есть определенные условия для занятия спортом. Ну, действительно, мы ответственно сотрудничаем с федерацией бокса в Гагаузии, в частности, с Дмитрием Федоровичем Чакусом, который оказывает огромную поддержку развития не только бокса в Гагаузии, но и в целом спорта, в целом всего спорта. Вот именно, хочу сказать, что при непосредственном участии Дмитрия Федоровича, те костюмы, которые были сборником, выделены, это большая заслуга Дмитрия Федоровича. Конечно же, проблема с условиями у нас тоже существует, бокс это такой вид спорта, который тоже требует именно своих таких индивидуальных условий. Ну, у нас функционирует в Чадрунге, в спортивной школе имени Потапова, там очень сильно развивается бокс. Также у нас бокс развивается в спортивном лицее, и хочу отметить, что воспитанник спортивного лицея Ильи Аргату в прошлом году стал чемпионом Европы среди юниоров. Это такое высокое достижение среди боксеров для Гагаузии, в частности, очень высокое достижение. Исполнительным комитетом в Гагаузии в 2019 году был приобретен боксерский ринг для спортивной школы Вулканиш. Мы в целом стараемся тоже изучать, какие проблемы в данном виде спорта тоже существуют, и по мере возможности мы тоже приобретаем инвентарь, чтобы ребята могли полноценно и качественно заниматься боксом. И если есть желающие заниматься боксом, футболом, другими видами спорта, то безусловно нужен тренер, опытный наставник. Вот достаточно ли тренеров по этим видам спорта? Ну, я хочу сказать, что у нас в Гагаузии в спортивных школах работает 135 тренеров, из них 54 тренера имеют вторую категорию. В целом мы, конечно же, проблем не испытываем, но мы делаем анализ, анализируем ситуацию. Конечно же, очень много тренеров у нас, которые уже пенсионного возраста, и замена к ним, к сожалению, не очень, соответственно, пропорционально и формируется. Мы сотрудничаем со спортивным университетом, стараемся наших ребят туда направлять, чтобы они могли получить специальное спортивное образование, для того, чтобы могли продолжить дело своих тренеров. Но в целом проблема у нас пока такой острой не ощущается, но если мы в ближайшее время не увеличим количество наших спортсменов, которые будут получать спортивное образование, я думаю, что лет через пять у нас уже начнутся испытывать определенные сложности. Ну, и этот вопрос надо уже сегодня решать, что называется, да? Да, мы работаем со спортивными школами, мы работаем с нашими выпускниками, спортсменами, убеждаем их, ну, опять-таки, чтобы стать тренером, это должно быть призвание. И насколько человек, спортсмен это занятие любит, настолько он способен, может быть, потом реализоваться, реализовать себя как тренер. Ну, в этом направлении мы ведем совместную работу между спортивными школами и управлением и взаимодействием со спортивным университетом. А вот относительно работы нынешних тренеров, Сергей Григорьевич, какие-то вот курсы повышения квалификации для них проводятся? Конечно же, каждые три года мы проводим курсы, они на основании этих курсов познают новые какие-то изменения. Да, потому что правила меняются. Как в законодательстве, как именно в тренерско-преподавательской работе, ну, идет постоянно курсы самоповышения квалификации. В этом вопросе мы не отстаем от других профессий, которые у нас в стране существуют. Тренеры тоже с ними шагают. Идут в ногу со временем, да. А вот, да, у нас хороший тренерско-преподавательский состав. Говорю об этом тоже не понаслышке. Ну, это же называется относительно тренера по популярным видам спорта. Но есть и такие несколько не слишком популярные. Я имею в виду, вот сейчас недавняя победа мальчика из Чедерлунги. Уж даже не смогу выговорить этот вид спорта. Японский или китайский. Вот, насколько они развиты у нас в Гаговозе, вот эти вот малоизвестные для нашего уха? Ну, мы их квалифицируем малоизвестные. Виды спорта квалифицируются олимпийские и неолимпийские. Конечно же, задача перед каждой спортивной школой ставится, чтобы именно культивировать олимпийские виды спорта. Но есть виды спорта, которые любят дети, взрослые, которые не являются олимпийскими. Вот эти кёкишинкайки. Ну, у нас тоже, вот карате у нас, да, у нас карате в муниципальной спортивной школе культивируется в Чедерлунге. Потом у нас в муниципальной спортивной школе Камрата, Вулканеша спортивная школа. Да, у нас там и ребята показывают довольно-таки высокие результаты. Но, понимаете, в этих видах спорта там тоже, там очень много международных функционирует федерации. И, допустим, их нельзя по степени значимости этих видов спорта сравнить с олимпийскими видами спорта, где конкуренция очень огромная. Огромная, да. И в олимпийских видах спорта, если это чемпион мира, это чемпион мира. А в этих видах спорта, которые не являются олимпийскими, вот по карате, там у них есть очень много, я вот говорил, федераций. И поэтому невозможно их победителей, конечно же, ставить в один ряд с теми же достижениями, как Елена Кольчик, как Николая, как Хмезов. А тем не менее, ребятам также, кроме учебы, кроме тренировок, нужен отдых. Как-то организуется отдых, я имею в виду, самими тренерами, самими руководителями этих спортивных заведений для своих воспитанников? Либо вы приходите на помощь, и тут идет вот такой вот лагерь олимпийц, где можно поправить свое здоровье. Но это в основном для молодых ребят. А вот для спортсменов? Конечно, вопрос с лагерем, он довольно очень актуальный. К сожалению, в прошлый год оказал такое негативное влияние, что лагеря не были открыты. Такая же сейчас угроза и в этом году продолжается. Потому что мы проводили анализ, насколько летние оздоровительные лагеря готовы открыться для того, чтобы принять детей. К сожалению, из семи лагерей, которые у нас в Гагаузии существуют, которые принимали до этого детей, только один лагерь олимпийца изъявил желание в этом году открыться. Но, к сожалению, у алимпийца есть большая проблема – это дорога. Подъездная дорога, она, можно сказать, что отсутствует. Вот погодные условия, которые в последнее время у нас складываются в целом в стране, в Гагаузии в частности, мы уже две недели не можем проводить там работы по завершению ремонта в домиках. Если еще на неделю-две затянется, уже мы даже не будем видеть целесообразности в открытии лагеря. Если останется только один август месяц, то, скорее всего… Открывается на один месяц? Это мало, конечно. Ну, мы все-таки работаем с надеждой, что олимпийц откроется, потому что исполнительный комитет многое делается для того, чтобы он открылся, выделяются деятельства для того, чтобы там можно было создать благоприятные условия для того, чтобы дети могли отдохнуть. Будем надеяться. Но он действительно пользуется популярностью у молодых юношей и девушек, потому что здесь есть условия для занятия спортом, насколько я знаю. Ну и не только. Да, ну, там есть спортивные площадки, футбольное поле, ну и небольшой бассейн. Но самое главное, что там хорошая база отдыха лесная. Там дети могут в течение 12 дней отдохнуть, набраться сил, подготовиться к новому учебному году, для того, чтобы потом могли качественно заниматься в учебном заведении. Ну, Сергей Георгиевич, будем верить, что погонные условия будут уже лучше, и работы можно будет завершить с тем, чтобы хотя бы две смены, если они одна по 12 дней, да, чтобы две смены могли заработать и отдохнуть определенному количеству ребят. Кстати, сколько детей могут там отдохнуть в одну смену? Ну, к сожалению, в этом году... Будут ограничения. ...по тем рекомендациям, которые Министерство образования до нас довело, в этом году лагерь может заполняться до 50%. Да, это, говорю, к сожалению, потому что очень большой интерес у детей, именно отдохнуть в лагере, у детей, у родителей они обращаются. И, к сожалению, вот эти ограничения, которые вводятся, они, конечно, в итоге не будут удовлетворять потребности те, которые будут у нас существовать. Ну, программа наша подходит к концу, и не могу не спросить. Банальный вопрос, но, тем не менее, он всегда. Да, какие перспективы, какие планы на последующие полгода? Ну, настроение очень оптимистичное. Мы все-таки верим, верим в то, что ситуация поправится. Тот план спортивно-массовых мероприятий, который мы запланировали со всей спортивной общественностью в Гагаузии, мы его будем реализовывать. И мы уверены, что наши спортсмены в чемпионатах Гагаузии, в чемпионатах Республики Молдова, где они будут участвовать, они покажут высокие спортивные результаты. И мы уверены, что спорт в Гагаузии будет на высоком уровне. Учитывая, что у нас в ближайшее время будет введен региональный спортивный комплекс, Гагаузия станет одним из центров развития спорта и в целом в Республике Молдова. Поэтому мы верим и к этому прикладываем все усилия для того, чтобы спорт у нас был на высоком уровне. Сергей Игоревич, сегодня Вы, как заметили, мы говорили большей частью о спорте, о развитии спорта у нас в Гагаузии. Но в названии Вашего управления есть и дела молодежи. Вот об этом мы практически... Ну да, кто наши спортсмены, это те же самые молодые люди. Но о их делах, которые не спортсмены, но тем не менее молодые люди, мы обязательно должны поговорить. Поэтому надеюсь, что это наша не последняя встреча. Огромное спасибо, что приняли наше приглашение. Напомню, сегодня гостем был Сергей Стояногла, начальник управления по делам молодежи и спорта в Гагаузии. Огромное спасибо Вам и большое спасибо нашим слушателям и зрителям. Всего доброго, берегите себя и тех, кто рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...